А вот у нас есть уже положительная новость для одной из наших телезрительниц. Она до нас дозвонилась и угадала. Напомню, что это жительница Симферополя Наталья Штрафова. И, в общем, у нее есть ребенок, который хотел как раз-таки попасть на щелкунчика. И у него такая возможность появилась, отгадали. В 5 часов мы обычно пробуждаемся, но кто-то, конечно, раньше. Нет, ну стандартное время пробуждения просто утренних ведущих. Кстати, девочек. 5 часов утра. Мальчики встают почему-то на полчаса раньше. Ну, а тем не менее, в это время у нас в нашей студии уже есть гости. Это Евгений Печенкин, социалист Государственной Академии Музыкального Театра Республики Крым. И Анастасия Печенкина, социалистка Госакадемии Музыкального Театра Республики Крым. Доброе утро. Доброе утро. Ну, надеемся, что вы не жалеете, что проснулись пораньше, чтобы добраться до нас. Нет. По крайней мере, добрались без пробок. Да, вот это самое главное. Так быстро еще не ездили по Крыму. Расскажите, пожалуйста, вот о ближайших вашей деятельности. Я понимаю, что у вас будет опера, правильно предстоит? Да, у нас идут сейчас три премьерных показа, два уже состоялось. И ближайшие 11 декабря, ну, наверное, будет, ну, не громко сказать, если в то, это историческое событие. Прежде такого не было? Нет, в Республике не было до этого. Потому что оперу не ставили, да, в Крыму? Ни разу, да. Первая опера. Что бы состоялось, ну, я думаю, что да, это историческое событие для Республики Крым. Уже два раза, я так понимаю, показали, да? Да, в ноябре было. Это будет третья. Ну, вот расскажите, как зритель, вот какие эмоции, вот была ли та отдача? Ну, вот не расстроились, не разочаровались. Нет, была первая премьера, это просто не то, что даже зрители как ликовали в конце оперы. Как сами артисты, когда закрылись кулисы, там был просто взрыв эмоций, потому что накал уже был набран по полной. Наверное, знаете, потому так как раз это впервые, то, я думаю, не только скептически к этому отнеслись просто какие-то вокалисты в Крыму, да, музыканты. Но даже, я думаю, что и в театре не все верили, что получится полноценная опера, потому что не было ничего, ни купюр, ни что, полноценная опера, как это идет в оперных театрах. Что критики говорят? Критикуют, да? Нет? Мы еще не читали отзывы. Я не знаю, мы читали, у нас есть в театре доска отзывов, это от наших зрителей. Там все положительно, все с радостью и браво, и на бис. Мы вот читали прежде опера, я понимаю, на итальянском языке, вот как вам училась, так сказать, весь этот материал, как исполнялось? Ну, смотрите, получается, мы же итальянский изучаем в институте, начинаем, и итальянский язык, он основа оперы, поэтому изначально мы уже прошли какое-то, да, подготовку. Время, да. Поэтому для нас не составило какого-то большого труда или там помехи учить на итальянском. Ну, а вообще, наверное, вот такой вот у меня лично интересный вопрос. Там говорят, вот есть более певчие языки, есть непевчие, ну, вот, которые легко, вот, на итальянском сильно проще, чем на русском, допустим, так исполнять. Нет, итальянский певчий, русский очень певчий, вот, трудно немецкий петь, потому что много согласных букв и не пропеваешь, да, вот такие языки. А итальянский, конечно, ну, так же, как и русский, гласные, много гласных, и гласные, как правило, тянутся буквы. Ну, я у девушки хочу, как у девушки спросить, костюмы, ну, вот, какие были, вот, костюмы же тоже, наверное, думаю, заранее, долго готовили. Да. И вот тоже, чтобы все подошло, иголочка в иголочку. Да, у меня получилось, что аж четыре костюма, переодевания у меня экстренные. Это же моментально, нужно быстро сделать, за секунды какие-то, да? Просто приходите 11 декабря, вы увидите, насколько быстро я успеваю менять костюмы. Первый у меня костюм красный, такая, я играю куртизанку, внимание должно быть все на мне. Сколько удалось быстрее всего сменить костюм? Это секунды, это минуты, что это? Ну, это где-то минуты полторы. Слушайте, ну, мы с колдатом фору так дадим с такими. Да, да, причем это, понимаете, это корсет, это несколько. Или вот просто об этом мы думаем, что вот корсет попробует зашелунуть. Мне кажется, это меньше минуты, потому что вы не представляете, когда происходит замысел режиссера, там на несколько, да им минимально закрывается занавес, им закрывается занавес, это не антракт, там на несколько минут, секунд, как все зависит от того, как она переоденется, и так откроется занавес. И там разбегайтесь все, все, коридор, там ее принимают уже костюмеры, как быстро все это происходит. Это просто как на гонке на тачках колеса, да, меня? Да, да, да. А еще придем стоишь, думаешь, так, микрофон сейчас надо выключить, потом включить. Так, сережки, это украшение снимайте. Девчонки молодцы, притом, мало того, что я меняю платье, мне еще девочки меняют прическу в этот момент. Ну, это вообще просто, да. Надо мной просто три человека стоят, меня раздевают. Трое одевают, трое делают прически макияжем. Да, поэтому колоссальная работа, и хочется сказать, что когда заканчивается спектакль, просто сидишь вот так, все, у меня сил больше нет, несите меня домой на руках. То ли актриса, то ли грузчик. Да, да, как будто вагоны разгружала. Ну, еще наверняка на голос большая нагрузка, вот как вы, может, себя готовите, наверняка у каждого певца есть свои какие-то супер лайфхаки, рекомендации для того, как вот все это время отпеть и быть уверенным, что вот все будет хорошо. Оречки нельзя перед этим же есть, да? Да, ну, нагрузка есть, ну, как, надо просто держать себя в форме все время. Вот так как мы приехали сюда из Челябинска, мы здесь как год, год-полтора находимся. И у нас уже есть опыт исполнения оперных партий, да, мы в Челябинском оперном театре работали. А когда сюда приехали, изначально уже было известно, что здесь оперы нету, и с руководством театра мы уже это обсуждали, заранее Александр Анатольевич говорил, что, Женя, вот вы приезжаете, ну, вы понимаете, что у нас опер нет, надо будет петь мюзиклы, опереты. Но, смотрите, как получилось, мы того не зная. Все-таки спромоцировали, да? Да, и ну, вот тут маленько есть, что... Ответственность на себе, да, чувство? Мы отвыклись за год от оперного пения. Все равно мюзиклы, опереты, концерты, это другое, это более эстрадное исполнение. Поэтому пришлось, конечно, набирать опять вот эту форму. Ну, мы вам желаем, чтобы вы спели еще не одну оперу в Крыму. Спасибо, что пришли к нам в гости. Я напоминаю, что у нас в гостях была Евгения Печенкин, солист государственного академического музыкального театра Республики Крым, и Анастасия Печенкина, солист государственного академического музыкального театра Крыма. Но тем временем, я уверена, что эту оперу скоро можно будет даже видеть в интернете, потому что в любом случае пользователи сети, которые пришли на оперу, они это сделают в любом случае тайно, но снимают. Вообще в интернете нужно много еще чего увидеть.